Мы находимся на улице Афанасьева областного центра. Это одна из тех дорог, которые должны отремонтировать в этом году. Путь имеет важное транспортное значение. Он соединяет Иваново с населенными пунктами Ивановского района. Дальше Богородская, Бяково, Юрикова, Никольская. Последний раз мы приезжали сюда в апреле, в преддверии сезона дорожно-строительных работ. Вот так тогда выглядела дорога. Последние годы внимания ей уделяли мало. Повреждения в покрытии латали точечно, ямочным ремонтом. С апреля мало что изменилось, разве что по всей длине улицы прошли дорожной фрезой. Пожалуй, все. Основной объем работ здесь придется на осень. А это соседняя улица Стефенсона. Здесь ремонт в самом разгаре. Проезжую часть одели в асфальт, но до тротуаров руки пока не дошли. И все же дело до финала здесь гораздо ближе. На 4-й Ефремковской улице ремонт тоже почти закончен. К слову, дорожные работы в частном секторе – это отличительная особенность данного сезона. Львиная доля проводится именно в районах частных домовладений. На некоторых улицах асфальт появится впервые. Вот так выглядит парковка у 23-й гимназии. Это верхний слой асфальта, который сняли с первой улицы Ушакова. Рабочие используют его для укладки подушки тротуаров. Родители негодуют. И подъехать к школе трудно, и ремонт, по их мнению, затянулся. В любом случае, трудности временные. В этом году объем работ колоссальный. В списке больше 100 улиц. Вот так обстоит общая картина дорожных ремонтов, по сообщению мэрии. По состоянию на 12 сентября на 18 дорогах работы выполнены в полном объеме. Еще на 40 объектов ремонт подходит к завершению. Готовность свыше 80%. На остальных дорогах ремонт сделан приблизительно на 80%. Однако при этом выполнены самые трудоемкие подготовительные работы. Один из завершенных объектов – дорога к микрорайону «Видный» от улицы Павла Большевикова. Ее построили с нуля. Она пока не сдана, но некоторые автомобилисты уже используют этот путь как дублер для выезда на улицу Куконково. Окончательные итоги дорожно-строительного сезона будут подведены в конце ноября. Сергей Веселов, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс».